Я собралась идти на тренировку, потом попозже вам все расскажу более подробно, куда я иду, как все это прошло, так что тороплюсь уже. Взяла с собой вещи, записывалась заранее, собрала вещи, волнуюсь, конечно, так что все попозже подробности я вам расскажу. Ну, если там получится поснимать, то тоже все покажу и расскажу, потому что я еще сама не знаю толком, как все это будет проходить, потому что сегодня первый день у меня будет персональная тренировка и тестирование моего тела с тренером. Один раз при покупке абонемента там, получается, такой бонус идет, который входит в цену. Ну, покажу вам. Вот так вот выглядят аппараты. За окном дождь, ой, я уже сожгла шесть калорий. Нагрузку за четыре поставила, на пять. Распечатали мне всю информацию о моем теле, потом покажу. Сейчас собираемся с девчонками по магазину. Вот, пожалуйста. Пришла показать вам Элю. Давно ее не видели, да? Давай поближе покажу. Скажи, всем здрасте. Всем здрасте, пузико голенькое. Эля, ты остаешься одна? А вот я. Да? Мы сейчас идем... На, держи. Выбирать вещи детям. Ну, не детям, а Анюте, потому что она хочет кроссовки, одежду там. И одним словом идем прогуляться по магазинам. Ходила я сейчас, значит, по делам. Заодно зашла в магазин овощной. И была также еще в красном и белом. В красном и белом я покупаю, значит, вот такие вот продукты. Там они намного дешевле, чем в обычных магазинах. Ну, может быть, не намного, но дешевле, значит. Такой вот сливочный творожный сыр на завтрак. Вот такой вот я там беру паштет. Всегда очень вкусный. С гусиной печенью. Два. И с индюшью печенью. Хлебцы. Тоже, кстати, там подешевле. Тридцать четыре, что ли, рубля. Вот такие вот. Так, еще там взяла вот такие вот уши. Мне вот именно эти уши очень нравятся. Сейчас хочу их попробовать. Давно не покупала. Мне они очень нравятся. Так, и сметану. 15 процентов. Также еще заходила, купила корм коту. Заканчивается у нас. Так, дальше. В овощном магазине купила хурму. Она была по скидке 99 рублей. Почти 100. Пекинская капуста там всегда очень дешевая. В районе, наверное, 70 рублей за килограмм. На минуточку так в магните или в пятерочке. Она там стоит почти 150. Или даже больше. Значит, две. Сколько вот унесла, еле дотащила. Дальше. Это у нас. Забыла, господи, как он называется-то. Бывает же такой, а вылетает из памяти. Какие-то названия. Курага. Минуты две стояла, думала, как же они называются. Ну, не изюм, блин. Короче, кураги взяла по 48 рублей за 100 грамм. Не знаю, здесь, кстати, на сколько вышло. Но в овощном магазине у меня на 1300 вышли покупки. Но она такая довольно-таки тяжелая. И средней ценовой категории. Там есть и за 20 с чем-то, и за 80, по-моему, рублей за 100 грамм. Но я взяла за 48. И грецкие орехи. Сейчас берем почаще и едим их с медом. Дети у меня очень их любят. Кстати, курагу тоже дети распробовали. И теперь постоянно просят, чтобы я ее покупала. Так, ну и печенье. Самые обычные, простые. Может быть, из них что-нибудь даже приготовим. Типа как колбаску. Вот такую вот шоколадную. Значит, это топленое молоко. Всем огромный привет. Значит, купила я абонемент в тренажерный зал. Наконец-таки свершилось это долгожданное событие. Где-то, наверное, уже недели две или три, как тому назад я купила. Мы уже успели сходить в бассейн. Я немножечко поснимала. Вам вставлю после этого ролика. Ну, после того, как я поболтаю с вами и покажу. Покажу. Значит, мы ходили с Яной и с Ильей туда. Нам очень понравилось там. И потом у меня была персональная тренировка, которая входит в стоимость. И тренер, значит, провел мне функциональное тестирование. Это был такой аппарат, где он меня просканировал. Я вам тоже вставлю ролик, как я ходила до этого. И потом распечатали такие мне бумажки. И он мне все подробно рассказал. В каких частях тела мне нужно будет поработать. Сколько нужно сбросить килограмм и так далее. Он все полностью мне рассказал. Купила я абонемент годовой, без ограничений. Выдают при покупке вот такой вот браслет. Он индивидуальный. То есть, проходишь по нему, как по сканированию лица. Вот я его сейчас обязательно одеваю. Потому что без него туда не пускают. И вообще, что хочу сказать. В принципе, первое посещение мне очень... Ну, как первое в фитнес-зале именно. Мне очень понравилось. Вообще, сам этот фитнес-центр, он очень большой. Там очень много различных тренажеров. И абонемент туда не дешевый. Очень не дешевый. Поэтому у меня есть огромный стимул, чтобы туда ходить. Так как, если я туда не буду ходить, то, естественно, он потом через год сгорит. Надо еще научиться этот браслет одевать правильно. А одевается он очень тяжело. Так, вроде все. Так вот, будем мы туда ходить с Ильей. И буду я одна ходить через день где-то. Что еще? Ну, конечно, первая тренировка прошла налегке. Но у меня после нее немножечко побаливали мышцы. Но не так сильно, как я думала. И сейчас вот я настроена прям по-боевому. Потому что мне нужно сбросить как минимум 15 килограмм. Это как минимум. В идеале, конечно, там 18, что ли, там было написано. После этого тестирования. По итогам этого тестирования. И нужно правильный подход. И, естественно, правильное питание. Чтобы это все было в совокупности. Я сама по себе чувствую, что я, естественно, набрала. И нужно к лету схуднуть. Хотя бы на килограмм 10 пока что. Ладно, на 7. Но я думаю месяц или 2 или 3. Чтобы хотя бы килограмм 5 сбросить. За месяц килограмма 3. Так вот, сейчас я пойду. Может быть, получится что-нибудь там поснимаю. И купила я себе лосины, кроссовки для занятий спортом. И планирую туда ходить через день. Получается, в неделю 3 раза. И будем мы также еще ходить в бассейн. Ну, что еще? Всех, девчонки, давайте. Мотивирую я тоже на похудение. Чтобы быть всем стройным, красивым, к лету. Так что надо браться за себя. Пересмотреть полностью свое питание. Я сейчас стараюсь этим заниматься. Уже достала себе весы. И буду четко по граммам. Ну, пока очень плохо получается. Но все равно по граммам питаться. По калорийности тоже продукты смотрю. И, ну, естественно, вечером стараться не есть. До 6, до 7 где-то так. Ну, или хотя бы есть, но не такую вредную пищу. Так что я пошла. В принципе, там можно в любое время приходить. Но мне удобно ходить, когда я Яну отвожу в садик. Потом я дела свои делаю. В обед я ем. Обедаю. И вот как раз часам к 2, к 3 я туда буду ходить. Потом я занимаюсь часа 2 или 3. И потом за Яной еду в садик. Вот такой вот у меня пока распорядок дня. Пока время позволяет и все остальное. Поэтому нужно браться за себя. Работать у меня есть много над чем. Но самое главное, чтобы вот здесь вот осознание пришло, что ты готова к этому, к своим переменам. И нужно действовать. Все, я побежала. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! итак я уже переоделась и хочу вам показать как они закрываются посмотрите прикладывайте все и никто больше не откроет бутылку надо себе купить нормально солидно ну и все пошла тренить пришла за яной в садик после тренировки еще дополнительный фитнес мы сейчас я надо мы пешком пойдем да и уже время седьмой час я пока собралась пока добралась самостоятельная девочка да все сама давай давай покажи свое лицо любитель гранатов сидит ешь ешь давай у нас время уже девять часов мы сейчас идем спать через полчаса я уже на кухне навела порядок посудомойка у меня уже отмывает я сижу еле язык ворочаю потому что сегодня был такой очень насыщенный день получается когда у меня тренировках тогда у у меня еще и другие там загруженные дела появляются и приходится такая нагрузка беготня но ничего на пользу мне пойдет это давай давай ешь не кривляйся анюта там сидит делает уроки всем доброе утро еще раз вела я но в садик и сама сейчас готовлю себе завтрак и вот пожалуйста хотел приготовить овся на блин взвешивала этот геркулес вот все как надо сделала и в итоге меня подвела сковородка видите все прилипло я начала переворачивать и она не отлипает походу ее уже пора выкидывать все уже я смотрю все к ней прилипает постоянно и мне это абсолютно не нравится так что сейчас будет у меня шикарный завтрак хотела я сделать с творожным сыром и вот с такой вот горбушей в собственном соку натурально такими вот кусками первый раз сделаю на пробу так вот на завтраке или может быть в салаты добавлять ну посмотрим вкусно будет ли нет еще также тунец купила а вот и накрылся мой овся на блин но как-нибудь так сейчас сделаю и надо сейчас поставить чайник и буду пить такой вот цикорий последнее время больше пьется кори пришли мерить обувь но и как ты не знаю вот эти но она получше да а я так не вижу повернись по-другому над пройтись как все удобно нет сегодня уже купили шорты две футболки все готовимся на спорт будем ходить вместе с ильей заниматься и чай но это не мне кажется будет хуже надо сгибать чтобы ноги было нормально удобно а это устанут они быстро только я все разложила пришел помощник ходит надо все обнюхать да как же так без тебя а без тебя новые вещи тут положили вот значит ходили мы сейчас по магазинам закупались вещами как вы уже поняли и покупали мы все для спорта так как мы с ильей будем ходить точнее я уже хожу а илья вот себе вещи докупил тоже будет со мной ходить спортзал для этого естественно нам нужны были вещи кстати мы не только в спортзал будем ходить но еще и в бассейн так вот значит до этого я покупала такие вот себе лосины они очень удобные у них хорошая такая ткань и они очень хорошо тянутся и в них мне прям очень нравится заниматься очень удобно одним словом и вот такие вот себе кроссовки я взяла написано 37 размер но они мне кажется про маленькие очень удобные прям очень удобно и так илья себе тоже купил кроссовки вот такие вот надо чтобы они были дышащие из такой мягкой ткани вот шлепки ну будет дома на н ходить или бассейн и вот такие вот себе еще плавки взял шорты для занятия спортом и вот такие вот две футболки здрасте ничего не смущает тебя а дай покажу кофточку уйди отсюда вот сюда на сумочку тетелька ляг развалился и вот такая вот еще кофточка точнее футболка вот две еще одна пришла красоткой вы гляньте и еще вот такую вот сумку я купила в магазине она мне очень понравилась чтобы вот как раз когда собираешься идешь фит на фитнес и получается что нужно эти вещи куда-то складывать у меня рюкзак я не хочу неудобно а вот это вот сумка как раз прям идеально вместительная есть два кармана застегивается еще есть по бокам например для бутылочки или там для мелочи всякой так далее и вот так вот и здесь еще кстати есть карман и застегивается и регулирует 103 мешок там мне очень понравилось поэтому я решила ее взять но и цена у нее не очень высокая 700 что ли рублей всего лишь стоит ну или даже например куда поехать на природу или еще куда-то положил что вещи самые необходимые все или это что такое вот такие наши покупки смотрите какую красоту мне подарил мой любящий муж такие белые красивые прекрасивые большие розы они такие огромные наверное всю свою руку поставила их вазу это было так неожиданно приятно сегодня у нас день святого валентина мы этот праздник особо не празднуем но все-таки а раньше мы по молодости его отмечали и так сегодня было неожиданно приятно получить розы пошел за яны в садик мы были сегодня на тренировки вот он пошел в садик и принес вот такие вот красивые розочки и вот еще одна лежит это я не подарили так конец не были пошел сейчас за роллами так покой какие продукты надо буду купить но и может быть посидим с детьми и так или я пришел наконец-таки с роллами ждал когда их сделают такая вот красота вкуснота получается да сейчас будем мы садиться ужинать давненько не заказывали роллы а